Спасатели уже вторые сутки ищут тело молодого человека в котловане на юго-западном жилмассиве. Он пытался переплыть в водоем, но не сумел. МЧС предупреждает, во-первых, вода еще слишком холодная, а во-вторых, купаться разрешено не везде. О жертвах безалаберности воды и алкоголя. Павел Тюнов. Компания молодых людей отдыхала вот здесь, на берегу котлована на юго-западном жилмассиве в субботу вечером. Разгоряченные алкоголем мужчины поспорили, кто из них сможет добраться до другого берега в плавь. Попробовать свои силы вызвался 23-летний молодой человек, который уже почти переплыл в водоем, но внезапно ушел под воду прямо на глазах своих друзей. До берега ему оставалось каких-то 30 метров. Парень не успел даже позвать на помощь. Очевидцы среагировали мгновенно, но было уже слишком поздно. Один бросился помогать, слава богу, что не утонул. Сколько ему надо идти под воду по времени? Ну секунд 10, и того, наверное, нет. А он до него, наверное, за минуту, а то и за три не доплыл. Спасатели считают, вода еще слишком холодная. Мышцу могло свести судорогой. В такой ситуации пловец уходит на дно за считанные секунды. Тело водолазы не могут найти уже вторые сутки. Дно настолько неровное, что бессильны даже самые опытные специалисты. То есть, начиная отсюда, идет ступенями вниз и до глубин 17 метров. Видимость нулевая. Ил подымается. То есть, практически все работы проводятся на ощупь. Из-за сложного рельефа, множества холодных источников, котлован на юго-западном жилмассиве в прошлом году был признан самым опасным местом для купания в городе. Официально заходить в воду здесь запрещено. Между тем, обилие предупреждающих знаков не останавливает разгоряченных солнцем местных жителей. Юрий Коротков плавает здесь уже 30 лет. Но о том, что купаться здесь нельзя, слышит впервые. Я вот летом туда до конца плаваю. Полтора километра сюда, обратно полтора. Несколько лет назад на берегу котлована выставили спасательный пост. Несколько добровольцев наблюдают за территорией пляжа. Последние два года, так скажем, вполне благоустроенно это озеро стало. Вполне приятно. Ну, хотелось бы лучше. Контролировать всю акваторию сотрудники МЧС не в силах. Не хватает людей. Тем более, что и на берегу у спасателей много работы. С порезами ног к ним обращаются по несколько человек в день. Видимо, поэтому, а возможно, из-за количества утонувших, котлован уже прозвали озером Боли. Павел Теунов, Константин Стремаусов. Новости здесь, Новосибирск.